И по сей день Находятся люди, которые уверены, что в истории с терактами 11 сентября 2001 года не все чисто Что это сотворили не боевики из организации Осама Бен Ладена, а сами американцы, Центральное разведывательное управление На самом деле, если уж говорить о секретах 11 сентября, то американцы хотели бы сохранить в тайне совсем другую Ранним утром 11 сентября 2001 года 19 арабских террористов-смертников, разбитые на 4 группы, синхронно появились в трех американских аэропортах В каждую группу входил как минимум один человек, умеющий управлять самолетом Две группы сели на разные самолеты в бостонском аэропорту имени Логана Третья благополучно прошла зону спецконтроля в аэропорту Нью-Арка, штат Нью-Джерси Четвертая столь же благополучно преодолела все предпосадочные формальности в Вашингтонском аэропорту имени Даллеса В 7.58 по местному времени самолет авиакомпании United Airlines отправился из Бостона в Лос-Анджелес Рейс номер 175, 56 пассажиров, 9 членов экипания В 7.59 самолет другой авиакомпании American Airlines тоже вылетел из Бостона в Лос-Анджелес Рейс номер 11, 81 пассажир, 11 членов экипания В 8.01 самолет компании United Airlines вылетел из Нью-Джерси в Сан-Франциско Рейс номер 93, 38 пассажиров, 7 членов экипажа В 8.10 самолет компании American Airlines вылетел из Бостона в Лос-Анджелес Рейс номер 77, 58 пассажиров, 6 членов экипажа В начале 9-го все четыре машины с пассажирами, которым не суждено было пережить этот день В 8.20 связь с самолетом компании American Airlines, летевшим из Бостона в Лос-Анджелес, была потеряна Террористы отключили не только радиосвязь, но и транспондер Передатчик, который автоматически передает данные о местонахождении самолета За ситуацией в воздушном пространстве Соединенных Штатов Круглосуточно наблюдает система противовоздушной и противоракетной обороны Северной Америки По иронии судьбы, 11 сентября 2001 года офицеры штаба противовоздушной обороны проводили командно-штабные учения По старому сценарию, русские самолеты с ядерным оружием на борту Пресекают Северный полюс и движутся к границам Соединенных Штатов Из бостонского аэропорта диспетчер позвонил в штаб противовоздушной обороны Видимо, угнан самолет American Airlines, выполняющий рейс номер 11 Дежурный офицер в штабе решил, что это тревожное сообщение всего лишь часть учений В 8 часов 46 минут Боинг, выполнявший рейс номер 11, врезался в северную башню Всемирного торгового центра Между 93 и 98 этажами Казалось, огромное здание просто проглотило лайнер Но через мгновение баки, наполненные топливом, смялись, как пустая банка из-под Кока-Колы И взорвались, породив огненный шар Проходившие по улице люди не сразу поняли, что произошло Пока с верхних этажей башни не стали падать обломки самолета, стекла, конторская мебель И части человеческих тел Оторванные руки и ноги Затем сверху посыпался пепел и горы бумаг Финансовые отчеты, факсы, служебные записки Написанные людьми, которые уже погибли Телекомпания CNN показывала репортаж о модах в Нью-Йорке Пошел рекламный блок Через две минуты после того, как рухнул первый самолет, реклама была прервана На экране появилась ведущая Кэрол Лин и произнесла Мы получили неподтвержденное сообщение о том, что самолет врезался в одну из башен Всемирного торгового центра В этот момент президент Соединенных Штатов, Джордж Буш-младший, находился далеко от Нью-Йорка, в штате Флорида Он стал в половине седьмого, 17 минут бегал вместе со своей охраной на поле для гольфа Ровно в 8 один из сотрудников ЦРУ коротко доложил ему об основных событиях в мире В 8.15 советник по вопросам образования напомнило, что его ждут в школе Джордж Буш инициировал закон «Ни одного забытого ребенка» о борьбе против неграмотности Реформу образования президент считал своей важнейшей задачей По дороге в школу пресс-секретарю президента Эри Флэйшеру сообщили по телефону о событиях в Нью-Йорке «Вам что-то известно о самолете, который врезался во Всемирный торговый центр?» Спросил Флэйшер у сотрудника ЦРУ Тот покачал головой Когда подъехали к школе, Флэйшер пересказал новостью Бушу Президент сочувственно предположил, что у пилота случился сердечный приступ В президентском лимузине есть аппарат междугородней правительственной связи Американский вариант нашего вычья Но Буш не позвонил ни в Белый дом, ни в ЦРУ, ни в Министерство обороны В результате президент знал о происходящем в стране меньше, чем любой американец, который просто смотрел СНН Впрочем, его подчиненные, отвечавшие за безопасность страны, были столь же беспечны Поскольку президент находился во Флориде и утром не надо было ехать в Белый дом Директор ЦРУ Джордж Теннет немного расслабился Он отправился не на службу, а решил позавтракать со старым другом Дэвидом Боуреном Который прежде был председателем Сенатского комитета по разведке Именно он помог Теннету занять кресло директора ЦРУ Они заказали омлет, поджаренный хлеб и масло с низким содержанием холестерина За приятной беседой директор ЦРУ и не подозревал о том, что террористическая атака на его страну уже началась Только после крушения второго самолета подчиненные рискнули побеспокоить руководителя американской разведки Ему позвонили по мобильному телефону Господин директор, у нас серьезная проблема На седьмом этаже здания Центрального разведывательного управления в Ленгли Находится оперативный центр, куда стекается информация от всех резидентур Дежурная бригада узнала о терактах из передачи CNN Еще раньше ЦРУ о теракте должно было узнать Агентство национальной безопасности Директор агентства, генерал-лейтенант авиации Майкл Хейден с утра был на работе и проводил совещание Обсуждали смерть лидера афганской оппозиции Ахмада Шаха Масуда Его убили два террориста, которые выдавали себя за журналистов и спрятали бомбу в телекамеру Агентство национальной безопасности было создано 4 ноября 1952 года Чтобы заниматься подслушиванием и взломом кодов и шифров Почти полвека агентство следило за тем, что происходит на территории Советского Союза После холодной войны агентство ориентировали и на борьбу с терроризмом Внутри агентства существует специальный центр, следящий за полетами ракет, космических и воздушных объектов Его задача предупредить страну о ракетно-ядерном нападении Вначале центр следил только за Советским Союзом, потом еще за Индией, Северной Кореей, Ираном, Ираком, Пакистаном АНБ собирает и анализирует информацию, которая сходится от подслушивающих станций, спутников раннего предупреждения и сейсмических датчиков Но 11 сентября агентство национальной безопасности узнало о нападении не благодаря разведывательным спутникам Которые стоят многие миллиарды долларов, или сложнейшим подслушивающим устройством по всему миру Или армии шпионов, которых содержит военная и политическая разведка А с помощью дешевого телевизора, настроенного на CNN У генерала Хейдена в кабинете тоже стояли два телевизора Один, принимающий обычные программы, и второй для внутренней телевизионной сети агентства CNN уже показывала, как горит здание Всемирного торгового центра Помощник сказала директору АНБ, что упал какой-то легкий самолет Генерал посмотрел на экран и рассеянно заметил Большой взрыв для легкого самолета И продолжил совещание, казавшееся ему важнее неприятного инцидента в Нью-Йорке Только когда в 9 часов 6 минут второй самолет, выполнявший рейс номер 175 Врезался в южную башню Всемирного торгового центра Всем стало ясно, что это не случайность Южная башня содрогнулась, но устояла Ее уцелевшие обитатели стали спускаться вниз Паники не было, все помогали друг другу Но потом началось самое страшное Люди с верхних этажей спуститься не могли Пожар и разрушения преградили им дорогу Один за другим они выпрыгивали из окон Ловить их было некому, и они разбивались Увидев это, директор АНБ прервал совещание И приказал вызвать к нему руководящий состав агентства Находившихся в обеих башнях людей просили не впадать в панику И оставаться на местах По внутренней трансляции объявляли Тем, кто находится ниже места удара, ничего не грозит Тех, кто выше, спасут специально обученные пожарные Многие поверили Раз да не устояло, то теперь бояться нечего Худшее позади Как было представить, что гордые гиганты могут рухнуть? Люди, находившиеся в башне Всемирного торгового центра В панике и ужасе звонили в пожарную службу Они сообщали, что по зданию распространяется пожар Дым проникает в комнаты Нечем дышать, невозможно выбраться Умирающие звонили из застрявших лифтов С верхних этажей, где от пожара проваливался пол С лестничных клеток, где рушились лестницы С крыши, куда выбрались человек 20 и умоляли их снять Попавшие в ловушку в отчаянии спрашивали совета Что делать, чтобы продержаться до прихода помощи В том, что их спасут, никто не сомневался Наряды нью-йоркской полиции и пожарные машины Стягивались к зданиям Всемирного торгового центра со всего города Не подозревая, что очень скоро разделят судьбу тех, кого они пытались спасти Два самолета уже рухнули, погибли сотни людей Пропал еще один самолет, ждали новых ударов, никто не знал, что делать И в этот критический момент страна фактически осталась без управления Вот о чем американские власти предпочитают не вспоминать Президент Соединенных Штатов Джордж Буш по-прежнему находился в школе Руководитель аппарата Эндрю Карт сказал ему, что и второй самолет врезался в торговый центр Президент не то чтобы не поверил, но как-то не мог осознать происходящее Во всяком случае он не потребовал дополнительной информации Не позвонил в Вашингтон, чтобы выяснить, кто напал и что следует предпринять для защиты страны Президент позировал перед фотокамерами Журналистов собрали для того, чтобы увековечить его встречу со школьниками Буш восхищался успехами мальчиков и девочек в чтении Молодцы! Спасибо, что показали мне, как вы отлично читаете Вы читаете больше, чем смотрите телевизор, правильно? Ну, кто у нас больше всех читает? В воздушном пространстве Соединенных Штатов находились 4452 самолета Никто не знал, сколько среди них самолетов убийц И какие новые сюрпризы приготовили террористы Может быть, атака с воздуха только предвестие настоящей войны? Авиадиспетчеры выявили 11 сомнительных самолетов, с которыми не могли связаться Главный диспетчер в 9 часов 25 минут принял решение Посадить все коммерческие и частные машины Военные ему не подчинялись Диспетчеры обнаружили, что один из самолетов, с которым отсутствовала связь Направляется в сторону Белого дома Они позвонили на ближайшую авиабазу Национальной гвардии Три истребителя в 16 поднялись в воздух, каждый вооруженный шестью ракетами Задание? Найти угнанный самолет и сбить его прежде, чем он успеет врезаться в Белый дом Диспетчеры связались с секретной службой, которая обеспечивает безопасность высших чиновников Соединенных Штатов Самолет приближается к вам с запада До Белого дома ему лететь 7 миль Сотрудники секретной службы ворвались в кабинет вице-президента Дика Ченни с криками Нам нужно идти, сэр, немедленно уходим Они буквально потащили вице-президента вниз в бомбоубежище под восточным крылом здания Где находится оперативный центр для чрезвычайных ситуаций Туда же привели жену Ченни и первую леди, Лору Буш Агенты секретной службы нашли и спрятали дочек президента Барбара училась в Йеле, Дженна в Техасе В бомбоубежище угрылись высшие чиновники администрации и Совета национальной безопасности Остальных сотрудников Белого дома попросили немедленно покинуть здание Это не учебная тревога Если у вас туфли на высоких каблуках, снимите и бегите отсюда, бегите! Когда самолет был совсем рядом с Белым домом, он внезапно развернулся и пошел на восток Стало ясно, что он направляется в сторону Пентагона Во Флориде президента завели в школьную библиотеку Он еще должен был произнести речь о своей образовательной политике Но помощники уже успели втолковать ему, что происходит нечто катастрофическое Президент объяснил учителям и школьникам, что вынужден срочно уехать К сожалению, мы возвращаемся в Вашингтон Страна стала жертвой террористического нападения В 9 часов 37 минут Боинг, выполнявший рейс номер 77 Упал на западную часть Пентагона, где располагались кабинеты офицеров командования сухопутных сил Через 20 минут эта часть здания Министерства обороны рухнула Погибло в общей сложности 189 человек Включая 64 находившихся на борту угнанного террористами самолета Через несколько минут три истребителя F-16 были над Вашингтоном Они опоздали Увидев следы взрыва, летчики решили, что на столицу сброшена авиабомба Не зная об их появлении, из секретной службы звонили на авиабазу Эндрюс Поднимайте в воздух все, что у вас есть Надо прикрыть Вашингтон и Белый дом Странно, что это не было сделано сразу Что Пентагон остался без прикрытия с воздуха И угнанному самолету позволили упасть на Министерство обороны Причина заключалась в том, что в эти критические минуты В стране отсутствовало и военное командование Председатель комитета начальников штабов Генерал Генри Шелтон сидел в самолете, направлявшемся в Европу И его заместитель, генерал авиации Ричард Майерс, просто ничего не знал Он приехал в Конгресс для встречи с сенатором Максом Клевандом Скоро Майерс сам должен был стать председателем комитета начальников штабов И намеревался обсудить с сенатором детали торжественной церемонии Они приятно беседовали 45 минут, пока страна погружалась в страх Генерал и не подозревал, что Соединенные Штаты Подверглись самому страшному нападению за почти два столетия Прикрыть Белый дом и другие правительственные здания в столице Должно было авиакрыло Национальной гвардии, расквартированное на базе Эндресс Начальник штаба авиакрыла решил лететь сам И поднял еще троих пилотов истребителей F-16, объяснив им Я не знаю, что там происходит, но надо лететь Разделимся и будем прикрывать город Пока они разбирали свои шлемы, из Белого дома позвонили еще раз И уведомили, что в зоне над Вашингтоном разрешено открывать огонь Никто не подумал о том, что четыре взлетевших истребителя Не входили в состав системы противовоздушной обороны И не были готовы к боевым действиям У них просто не было боеприпасов Они поднялись в воздух безоружными Пулеметы на машине начальника штаба Были заряжены учебными зарядами На пять секунд стрельбы Он надеялся одной единственной очередью Повредить крыло самолету с террористами Этого достаточно, чтобы гражданский лайнер пошел к земле Если нет, срубить крыло своим крылом В удачной ситуации он бы еще успел катапультироваться Так и летел Одна рука на ручке управления Вторая на рукоятке катапульты У остальных пилотов не было даже учебных боеприпасов Если бы им пришлось реально перехватывать самолет с террористами Вариантов было немного Пилоты решили, что пожертвуют собой И пойдут на таран Последний гражданский самолет, круживший над столицей Должен был доставить генерального прокурора Срочно вернувшегося в Вашингтон Пилот получил категорический приказ Немедленно посадить самолет Пилот, ветеран Вьетнамской войны Пытался объяснить диспетчеру, что везет генерального прокурора Я понимаю, ответил диспетчер Но военные просто собьют тебя В 9 часов 53 минуты Через 15 минут после падения самолета на Пентагон Антенные агентства национальной безопасности Перехватили разговор по спутниковому телефону Один из боевиков, находившийся в Афганистане Беседовал с неизвестным абонентом Боевик с гордостью сказал, что слышал хорошие новости И дал понять, что будет еще и четвертый удар Обе башни Всемирного торгового центра должны были выдержать удар самолетов Но вспыхнуло почти 100 тонн авиационного керосина И в пламени этого адского пожара Расплавились стальные крепления внутри обеих башен На которых держались бетонные конструкции Достаточно было развалиться одному из верхних этажей Как возник эффект домино С каждым рассыпающимся этажом нарастало давление на нижнее И уже ничто не могло остановить разрушение башни Одна башня простояла час после того, как на нее спикировал самолет-убийца Вторая — полтора часа Может быть, это была случайность Может быть, террористы все просчитали Если бы они направили самолеты в нижние этажи здания То пожарные смогли бы быстро добраться до пламени и погасить пожар Тогда бы башни-гиганты устояли В 10 часов обрушилась южная башня Всемирного торгового центра Похоронив под собой не только постоянных обитателей высотного здания Но и сотни пожарных и полицейских, прибывших на помощь Когда вторая башня начала падать Президентский кортеж со скоростью 80 миль в час влетел на взлетное поле Еще никто не знал, что совсем рядом располагался маленький аэродром Где год назад двое террористов учились летать Машины остановились, и президент Буш бросился к своему самолету К казавшемуся ему надежным укрытием Обычно вежливый и внимательный Он пробежал мимо местных чиновников, которые собрались его проводить Буш прошел свой кабинет на правом борту Самолет взлетел и сразу набрал высоту С борта самолета Буш позвонил вице-президенту Чейни Тот сидел в бункере со своим окружением За отсутствием иных источников информации смотрели телевизор Так руководители страны узнали, что угнан еще один самолет И что он приближается к Вашингтону Были две очевидные цели Капитолий и Белый дом Какую из них выберут террористы? Каждые несколько минут Кто-то из сотрудников президентского аппарата Уточнял траекторию полета самолета Приближающегося к Белому дому Обычно на роль вице-президента выбирают человека Который не может составить конкуренцию президенту И будет оставаться в тени Буш без колебаний взял вице-дика Чейни Обладавшего значительно большим политическим и административным опытом Чейни агрессивен по характеру и готов рискнуть Он отказался покинуть бункер Хотя секретная служба хотела эвакуировать его на вертолете В секретную резиденцию на границе штатов Мэриленд и Пенсильвания Мысль о том, что Белый дом может подвернуться нападению Быть разрушен, когда в нем находятся президент и вице-президент Тревожила еще Дуайта Эйзенхауэра в 50-е годы Первое бомбоубежище соорудили под Белым домом в 1934 году В 1942 при Рузвельте восточное крыло перестроили Модернизировали и бомбоубежище Но было ясно, что это примитивное укрытие Выдержит попадание только обычных бомб В Эйзенхауэре построили более надежный бункер И продумали план спасения президента и вице-президента Сформировали эскадрилью, которая базировалась под Вашингтоном С единственной задачей Вытащить президента и вице-президента из Белого дома Если возникнет опасность Когда самолет, выполнявший рейс номер 93 Приблизился к Вашингтону Вице-президент Чейни посоветовался с министром обороны Дональдом Рансфилдом и попросил Буша Дать указание сбить самолет Отдать такой приказ мог только верховный главнокомандующий Приказ сбить пассажирский самолет с гражданами собственной страны Еще никогда не отдавался Но Буш ответил, что он согласен, раз нет иного выхода Нам надо найти, кто это сделал Мрачно сказал Буш Дикучейни И надрать им задницу Оперативный центр оповестил пилотов боевых самолетов Находившихся в воздухе Что они должны уничтожать все машины, которые угрожают Вашингтону Ближе всех к захваченному террористами самолету Находились два истребителя F-16 Возвращавшиеся с тренировочного полета над Детройтом Но и они не были вооружены Сэр, запросили пилота полковника Роберта Мэра Из оперативного центра системы противовоздушной обороны Северной Америки Что мы должны предпринять? Сближайтесь с самолетом максимально близко Бодр ответил полковник Мэр Так, чтобы видеть человека за штурвалом И старайтесь убедить его сесть Полковник уже знал, что они имеют дело не просто с террористами А с камикадзе, которых нельзя ни переубедить, ни напугать Так что единственное, что могли сделать пилоты Это пойти на таран Вы военные люди, сказал полковник Наступает момент, когда не о себе нужно думать Но летчикам не пришлось идти на таран Среди пассажиров, захваченного террористами самолета Оказались люди не робкого десятка Они пошли в атаку на кабину пилота Террористы пытались разгерметизировать самолет, чтобы пассажиры задохнулись А сами собирались дышать с помощью кислородных масок Но не справились с управлением И самолет рухнул, не долетев до Вашингтона Пассажиры погибли, но и террористам не удалось исполнить свой замысел Исламские радикалы будут потом восхищаться террористами камикадзе Но настоящие герои, это те безоруженные пассажиры, которые бросились на преступников и сорвали их планы После того, как рухнули башни Всемирного торгового центра и загорелся Пентагон Никто не знал, где еще террористы нанесут удар Белый дом перестал быть безопасным пристанищем Хотя два столетия он надежно служил президентом Поэтому секретная служба предпочитала держать президента в воздухе В самолете, который только время от времени садился на одной из военных баз Президент Буш мог приказать Чейни покинуть Вашингтон и спрятаться Чтобы они не погибли одновременно А сам вернуться в столицу и придать уверенности согражданам Показать им, что несмотря на теракт, правительство спокойно продолжает исполнять свои обязанности Но Буш не стал спорить с секретной службой В Белом доме оставили Чейни, а Буш скрылся в небесах План спасения правительства и управления страной на случай ядерной войны Был принят при Эйзенхауэре Профессиональный военный он решил, что в случае, если руководители правительству не сумеют спастись Управление страной возьмут на себя другие люди Это одна из самых секретных программ американского правительства В 1958 году Эйзенхауэр составил список из восьми видных граждан Бизнесменов, университетских профессоров и журналистов Которым предстояло войти во временное правительство Каждый из них получил от президента секретное письмо Хотя я больше всего надеюсь на то, что это никогда не произойдет Национальные интересы требуют, чтобы мы были готовы и к такому повороту событий Я рад узнать, что вы согласны принять на себя новые обязанности Настоящим я назначаю вас руководителем данного федерального органа С момента наступления чрезвычайной ситуации Данное письмо послужит подтверждением вашего назначения на эту должность Когда холодная война закончилась, Билл Клинтон отменил этот план Теперь, когда возникло ощущение, что на Америку напали Администрация Буша ввела план в действие О нем знали лишь немногие Около сотни ключевых чиновников, которым предстояло руководить страной Получили указание покинуть Вашингтон и собраться в двух командных пунктах Вирджинии и Пенсильвании, где были укрытия на случай войны Они не имели права никому об этом говорить Президентский командный пункт в горах Вирджинии построили в 1958 году Через год после того, как в Советском Союзе был запущен первый спутник И стали бояться советских ракет Это город в миниатюре Электростанция, помещения, которые могут принять несколько тысяч человек Госпиталь, радио и телестудии, резервуары с водой Есть даже крематорий для тех, кто умрет внутри убежища К боевым действиям был готов и оперативный центр системы противовоздушной противоракетной обороны Его задача вовремя заметить приближение вражеских самолетов и ракет Информация поступает от спутников на геостанционарных орбитах и радиолокационных станций по всей стране Каждый день центр фиксирует наличие 8 тысяч различных объектов на околоземной орбите В основном это космический мусор 11 сентября сотрудники центра ничем не могли помочь стране Они сидели в оперативном центре под завязку набитом аппаратуры В их распоряжении были спутники и вообще все что угодно А они бессильно наблюдали за происходящим по телевизору настроенному на СНН ЦРУ тоже эвакуировала большую часть сотрудников из штаб-квартиры в Ленгли Начальник оперативного директората отправил всем резидентам циркулярную телеграмму С приказом всему загранаппарату немедленно заняться этой трагедией Поскольку террористическая атака застала американскую разведку врасплох В президентском самолете Буш получал какую-то обрывочную информацию Пока что были одни вопросы без ответов Самая надежная информация поступала не ЦРУ, ФБР или АНБ А от телекомпаний CNN, ABC, NBC и CBS Пока сотрудники разведки поспешно разбегались, спасая собственные жизни Телевизионные компании мобилизовали всех, кто был под рукой для работы В том числе и в районе гибнувших башен Всемирного торгового центра Но телевизионный сигнал почему-то плохо поступал на борт президентского самолета Президент и его окружение в небе над Америкой знали меньше, чем любой американец на Земле Они полетели в Луизиану, где помимо военно-воздушной базы Находился подземный командный пункт стратегического командования Там президент мог бы пересесть на летающий командный пункт С борта которого можно управлять войсками и страной Этот самолет внешне копия его собственного Боинга 747 Во время Холодной войны построили 4 таких самолета Один из них всегда находился в воздухе 24 часа в сутки В 90-х решили отказаться от постоянного дежурства Но один из самолетов всегда стоит на взлетной полосе Готовый взлететь через 15 минут Куда бы ни направлялся президент Один из таких самолетов следует за ним Летающий командный пункт способен, дозаправляясь в воздухе Находиться в небе 5-6 дней, пока не выработается масло в двигателях Самолет снабжен системой, сбивающей с толку ракеты с головкой теплонаведения Его электронные системы выдерживают электромагнитный импульс, возникающий после ядерного удара Когда обычная электроника выходит из строя На президентском самолете пилот предупредил экипаж, что все переговоры с землей прослушиваются Поэтому надо говорить очень осторожно, чтобы не выдать расположение самолета Он отказался назвать наземным службам пункт назначения и маршрут полета На верхней палубе, рядом с кабиной пилота, находится центр связи Там 85 телефонов, включая спутниковые, системы кодирования и ведение секретных переговоров Но зашифрованные переговоры в полете проходят очень медленно и прерываются Буш выходил из себя, когда прервались его переговоры с вице-президентом Чейни Всем пассажирам президентского самолета запретили пользоваться мобильными телефонами Агенты секретной службы всех обошли и забрали батарейки от телефона, чтобы никто случайно не выдал расположение самолета А Буш продолжал свой полет над страной На авиабазе, где сел президентский самолет, объявили высшую степень боевой готовности Поле окружили солдаты в полном вооружении Буша провели в командный пункт, где он поговорил с Диком Чейни, Кандализа Райс и Дональдом Рансфилдом Потом он записал двухминутное обращение к американскому народу Он выглядел неважно, говорил быстро, несколько слов произнес невнятно Все удивлялись, почему президента все еще нет в Вашингтоне Его присутствие в столице успокоило бы американцев А президентский самолет вновь поднялся в воздух и направился на авиабазу рядом с Самахой, штат Небраска Где находится стратегическое командование Соединенных Штатов Вооруженные силы страны находились в полной боевой готовности В нескольких шагах от Буша находился пульт В который достаточно ввести коды, чтобы начать янерную войну Набор кодов находился в черном чемоданчике Который носил военный адъютант президента Никогда не отдалявшийся от него больше, чем на несколько шагов Третий набор кодов лежал в президентском бумажнике в его кармане После того, как американские ракетные базы и подводные лодки получат набор кодов Два офицера одновременно повернут ключи, чтобы достать секретные пакеты и компьютерные диски Содержащие едино интегрированный оперативный план Это цели, по которым должен быть нанесен ядерный удар 11 сентября американские ракетные базы были приведены в состоянии полной боевой готовности В таких случаях в Москве всегда отдавали аналогичный приказ 11 сентября президент Путин распорядился не предпринимать никаких ответных действий И не создавать американцам лишних проблем В этот момент, скажет потом Буш, он ясно дал мне понять, что холодная война действительно закончилась С базы в Небраске президент провел видеоконференцию со своими подчиненными в Вашингтоне «Кто мог это сделать?» – спросил он директора ЦРУ «Я считаю, что это Аль-Каида» – уверенно ответил Джордж Теннет «Мы еще анализируем информацию, но все сходится к тому, что это Аль-Каида» Через год после возвращения из Афганистана Осамы Бен Ладен создал собственную группу, которую назвал Аль-Каида Никто не знает, почему он выбрал это название В переводе с арабского это слово означает «база» Возможно, он имел в виду базу для исламских добровольцев Которые, как он надеялся, со временем превратятся в международный легион джихада Есть и другое истолкование На каждого добровольца в Афганистане заводился учетный лист – миди-досье Так и появилась некая база данных Аль-Каида Осама собирал вокруг себя не только ваххабитов Говорил, что ему понадобятся все, кто готов сражаться с неверными Неважно, каким было их прошлое Пусть вчера они совершали что-то недостойное Главное, что сегодня они – бойцы джихада Аль-Каида должна была превратиться в действующий резерв джихада Исламский легион, готовый выступить, если возникнет новая угроза исламу Поэтому Осама будет поддерживать и боснийских мусульман, и российских чеченцев Когда президентом Соединенных Штатов был еще Билл Клинтон, он подписал секретную директиву номер 39 Политика в отношении борьбы с терроризмом Центральному разведывательному управлению разрешалось проводить тайные акции на территории других государств Не обращая внимания на местные законы Террористам было предписано любыми средствами вывозить в Соединенные Штаты и судить 25 января 1993 года пакистанец Мир Амаль Кази припарковал свой грузовичок неподалеку от входа в штаб-квартиру ЦРУ в Ленгли Он взял свой автомат Калашникова и вылез из машины Он решил отомстить высокомерным американцам за их антиисламскую политику Когда зажегся красный свет и водители стали тормозить на светофоре, Кази открыл огонь по остановившимся машинам Первые пули попали в 28-летнего Фрэнка Дарлинга из управления нелегальной разведки ЦРУ Он сидел в Volkswagen Golf вместе с женой Джуди Раненый Фрэнк Дарлинг отчаянно крикнул жене «В меня попали! Пригнись!» Следующей очередью Кази убил 60-летнего аналитика разведуправления Ленсинга Беннета Кази ранил еще троих, потом вернулся к Volkswagen и добил Фрэнка Дарлинга, который скончался на руках жены После этого Кази сел в грузовичок и уехал На следующий день он преспокойно сел на самолет, вылетавший в Пакистан Обнаружить его было делом чести для ЦРУ Охота за ним продолжалась 4 года Американские разведчики летали в Пакистан как на работу Оттуда пробирались в соседний Афганистан Несколько лет группа афганских полевых командиров получала большие деньги и новейшее оружие Они от души благодарили американцев, обещали выдать убийцу, но ничего не сделали Найти Кази помог информатор, который пришел в американское консульство в Карачи в мае 1997 года Он принес заявление Кази в полицию с просьбой выдать ему водительские права Там была его фотография и отпечатки пальцев Кази пользовался покровительством местного вождя в Белиджистане Но вождь легко согласился продать его американцам за наличное Пакистанская разведка перебросила группу агентов ЦРУ и ФБР к дешевой гостинице, где ночевал Кази 15 июня 1997 года в 4 часа утра два спецагента ФБР и местный резидент ЦРУ вошли в гостиницу Они выбили дверь и схватили спавшего на кровати человека Но им показалось, что он крупнее, чем тот, кого они искали Вдруг это не тот, кто он нужен Они обмакнули его левый большой палец в черниво и сделали отпечаток Агент ФБР вытащил лупу, изучил отпечаток, сравнив с тем, что у них был И торжествующе произнес Соответствую Они увезли Кази на аэродром, где их ожидал вертолет Кази доставили в Соединенные Штаты и отдали под суд Меньше чем через год, весной 98-го, Осама Бен Ладен призвал к джихаду против евреев и крестоносцев Он назвал убийство всех американцев, военнослужащих и гражданских, долгом каждого мусульманина Внедрение в Аль-Каиду, наверное, не страшнее внедрения в нью-йоркскую мафию Но руководство ЦРУ даже не ставило задачу проникнуть внутрь Аль-Каиды, считая это слишком опасным Не было ни одной попытки нелегального внедрения в радикальные исламские организации Руководители разведки боятся, что агента разоблачат и убьют Хотя работа в ЦРУ едва ли опаснее службы в других правоохранительных органах В год гибнет в среднем один сотрудник разведки С момента создания ЦРУ в 1947 году погибло 79 разведчиков Для примера, только за один год в штате Нью-Джерси гибнет 40 с лишним служащих правоохранительных органов В результате выяснилось, что ЦРУ нет кого получать информацию о Бен-Ладене Идея высадить десант и захватить Бен-Ладена была отвергнута В тот день американцы показали, на что они способны в страшную минуту Пожарные сражались с огнем до последнего И спасатели, надеясь вырвать попавших в беду людей из рук смерти Бесстрашно лезли вверх по конструкциям, которые раскачивались и рассыпались прямо под ними Прохожие помогали раненым И у каждой больницы, куда доставлялись пострадавшие Выстроились в очереди желающих сдать кровь Они простояли несколько часов, пока больницы не набрали достаточный запас Никто не понимал, почему Буш не вернулся в Вашингтон Это производило дурное впечатление Словно Америка не могла защитить даже своего президента И он вынужден скрываться Только когда в воздушном пространстве Соединенных Штатов не осталось ни одного самолета Буш полетел в Вашингтон В семь вечера он появился в Белом доме По всей Америке ожидали новых терактов Закрылись колледжи и музеи Впервые были отменены бейсбольные матчи Террористический акт 11 сентября Разрушили символы богатства и мощи Соединенных Штатов В этот день президент Джордж Буш младше понял Что могущество его страны вовсе не безгранично А сам он беззащитен перед террористами Он пережил шок, от которого оправился не скоро В половине девятого вечера он обратился к нации по телевидению в прямом эфире Буш ужесточил написанную его помощниками речь в том смысле, что обещал кару не только самим террористам, но и тем странам, которые хоть как-то им помогают Он обещал бороться с терроризмом по всему миру Эту декларацию назвали доктриной Буша Прежде чем лечь спать, Буш записал в дневнике Сегодня мы пережили Пёрл-Харбор 21 века Мы думаем, что это Осама Бен Ладен Только на следующий день, 12 сентября, у сотрудников Агентства национальной безопасности дошли руки до записи перехвата разговора по спутниковому телефону, который состоялся 10 сентября За день до трагедии гигантские пылесосы Агентства национальной безопасности выхватили из потока словесного мусора в эфире две важные фразы Прозвучавшие в телефонном разговоре между находившимися в Афганистане боевиками из организации Аль-Каида Одна фраза, записанная компьютером АНБ, звучала так Матч начинается завтра Вторая завтра Час ноль Хотя известно было, что эти пугающе важные фразы, сказанные человеком из окружения Осама Бен Ладена Их перевели на английский язык только 12 сентября Когда уже не было нужды в аналитиках, способных объяснить, что же означают эти две короткие фразы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok